Канал Азбука Радиосхему Тему самому сделать мини лабораторный блок питания я уже когда-то затронул и на эту тему я выпустил несколько видео также статьи на моем сайте и мне начали задавать вопросы почему именно этот блок питания делать на DC-DC преобразователи импульсный блок питания почему не сделать линейную схему и в этом видео а кому интересно будет ссылка на статью будет ниже под видео давайте разберемся чем отличаются импульсные и линейные блоки питания какие есть плюсы и минусы у каждого из этих блоков питания сферы применения чтобы каждый особенно из начинающих радиоэлектронщиков мог для себя определиться какой для него будет блок питания лучше с какого ему начать если же конечно он хочет это все сделать своими руками а мы давайте попробуем разобраться и начнем с теории работы линейного блока питания так как он появился раньше чем импульсный для этого я изобразил вот такую простенькую схему из которой уже можно сделать какие-то выводы и понять как принципиально работает этот блок питания так давайте посмотрим у нас есть нагрузка это R-LORD и также есть регулирующий элемент он здесь изображен транзистором но не может выступать и микросхема в общем-то любое устройство которое может изменять свое сопротивление и регулировать ток цепи это как раз и является нашей главной силовой частью вот вот этот элемент я сейчас не беру никакую вязку которая должна быть на него подключена это конечно сам регулятор если этот блок питания регулируемый при помощи которого мы выставляем нужное нам напряжение а также какая-то схема стабилизации фильтрации и так далее чтобы понять основной принцип нам они пока не нужны итак у нас есть одно нагрузочное сопротивление есть второе регулируемое сопротивление значит мы нашу схему можем изобразить вот таком виде состоящую из делителя из двух сопротивлений точнее одно сопротивление постоянно это наша нагрузка второе сопротивление которое может меняться в зависимости от выставленных параметров а также от обратной связи которая отвечает за стабилизацию напряжения давайте сразу же посмотрим на график входного и выходного напряжения если входное напряжение допустим вот оно отмечено красной линией более высокое то на нагрузке за счет нашего резистивного делителя мы получим обязательно напряжение более низкое вот оно представлено схематически на втором графике у выходное и как понятно из верхней схемы если мы будем менять сопротивление верхнего резистора то будет меняться напряжение на нижнем резисторе оно будет плавать в зависимости от увеличения или уменьшения верхнего плеча сопротивления а теперь как протекает ток в таком линейном понижающем преобразователе так как схема состоит всего лишь из двух последовательно соединенных сопротивлений то ток который будет на входе этого участка цепи будет такой же как и на выходе сейчас мы пока не учитываем тот небольшой ток который уходит на саму схему регулятора этим верхним резистором и на стабилизацию выходного напряжения и вот здесь мы как раз подошли к одному из самых главных минусов этой схемы допустим что у нас входное напряжение здесь ВИН равно 30 вольтам а выходное напряжение нам надо получить 5 вольт значит 30 минус 5 получаем 25 вольт это значит что если у нас на нижней нагрузке будет 5 вольт то на верхнем верхнем участке сопротивления будет 25 вольт И дальше зависит от тока если у нас ток протекающий цепи будет 1 ампер значит и ток протекающий верхней регулирующей части цепи также будет 1 ампер и если здесь 25 вольт и 1 ампер то уже будет выделяться на вот этом сопротивлении 25 Вт. А если допустим разница между входным напряжением и выходным будет еще больше и ток в цепи также будет еще выше, то и выделяемая здесь мощность также будет существенно увеличиваться. Из этого можно сделать выводы, что чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем ниже КПД этого блока питания, этого метода преобразования. Вот формула, чтобы посчитать КПД. Но это был минус этого блока питания. А теперь давайте поговорим о главном плюсе. Если посмотрим опять же на схему, это просто как бы два резистора. Если мы на вход этого резистивного делителя подали довольно стабильное, без пульсации напряжение, то на выходе оно будет как раз такое же, без никаких помех и пульсаций. Теперь прежде чем перейти к принципу работы импульсного блока питания, давайте краткие выводы. Главные минусы это то, что низкий КПД этих блоков питания и также большое выделение тепла на регулирующем элементе. Зато в него есть хороший плюс, то что напряжение более стабильное, без пульсаций, которое в основном зависит только от того, какого качества подаем напряжение на вход самого нашего линейного понижающего преобразователя. И как решить проблему с низким КПД, а также с высокой выделяемой мощностью на самом преобразователе, это нужно брать маленькая разница, чтобы у нас была между входным напряжением и выходным. Если там будет разница всего лишь несколько вольт, то это очень существенно повышает наше КПД и уменьшает выделение тепла. Если раньше эти блоки питания были всегда на биполярных транзисторах, а если мы знаем, то биполярный транзистор на своем переходе, даже в открытом состоянии, имеет довольно существенное падение напряжения около 1 вольта, то с появлением полевых транзисторов, МОП-транзисторов, эта проблема сразу же решилась. И поэтому принципу построены современные интегральные линейные преобразователи, которые имеют довольно высокий КПД и могут стабилизировать более низкие напряжения. Ну а теперь переходим к схематическому изображению нашего импульсного преобразователя и он практически никак не отличается от нашего линейного. Так же само у нас есть сопротивление нагрузки, есть какой-то регулирующий элемент, изображенный в виде транзистора. Так же само в него есть схема управления этим транзистором, стабилизации, выставления напряжения, которую мы сейчас касаться не будем. Давайте еще посмотрим, как можно схематически изобразить этот блок питания. Так как из самого названия уже понятно, что наш блок питания импульсный, то схематически заменим наш транзистор обыкновенным ключом. Он будет открываться импульсами, то полностью открыт, то полностью закрыт. И напряжение У входное будет подаваться порциями на нашу нагрузку. И как это все будет выглядеть схематически на графике. Первый график это красная линия наше входное напряжение. Оно стабильное, без пульсаций. И вот второй график, это выходное напряжение. Оно, как видите, идет порциями. Амплитуда его такая же, как и входного напряжения. Но продолжается она всего лишь какое-то время T-ON, время включенного состояния ключа. Потом идет время T-OFF. Это выключенного состояния ключа, когда практически равно напряжение 0. Потом опять этот импульс включается и опять выключается. И так повторяется это, покуда работает наш преобразователь. И вот простая формула, по которой можно посчитать наше выходное напряжение. Выходное напряжение равно входному напряжению, умноженному на дробь. В числителе которой стоит время включенного состояния нашего ключа. А в знаменателе сумма напряжение включенного и выключенного ключа. Чтобы проще это было понять, давайте возьмем так, что у нас время включенного состояния равно относительной единице. И так же само выключенного состояния равно относительной единице. 50% заполнения нашего ШИМ-сигнала. Подставляем все в нашу формулу. Входное напряжение пускай будет 10 Вольт. И считаем. Единица деленная на единица плюс единица. Получается 2. Единица деленная на 2 это 0,5. И вот при входном напряжении 10 Вольт умножить на 0,5 получаем 5. Значит на выходе у нас будет 5 Вольт. И из этого понятно, что если наш ключ во включенном состоянии будет более короткое время, а в выключенном более длинное, то напряжение нашей нагрузки будет уменьшаться. И наоборот. Но что же можно питать? Вы спросите таким пульсирующим напряжением. Да практически ничего. Если конечно это у вас не какой-нибудь там нагревательный элемент, который просто преобразует это все в какую-то тепловую мощность. А для питания схемы напрямую это все не подходит. Поэтому на выходе таких импульсных преобразователей должны быть хорошие фильтрующие устройства. И самое главное то, что никакие транзисторные интегральные стабилизаторы в этом случае нам не помогут. Эти фильтры должны содержать какую-то реактивную составляющую. Это дроссели, конденсаторы, что мы можем видеть чаще всего в наших импульсных блоках питания. И благодаря этим фильтрам мы получаем на выходе нашего блока питания довольно приемлемое насчет пульсации напряжение. Это как раз является одним из главных минусов импульсных блоков питания. Следующий минус это то, что эти фильтра, которые имеют дроссели и конденсаторы не могут быть сильно миниатюрны, что в свою очередь увеличивает габариты этих блоков питания. Эта проблема также частично решаемая с увеличением частоты преобразования. Но большим плюсом этих устройств является очень высокий КПД этих преобразователей. потому что наши ключи всего лишь находятся в двух состояниях включено и выключено. Падение напряжения на нашем управляющей части на том же транзисторе очень минимальное. Он или полностью открыт, или полностью закрыт. Поэтому выделение тепла на нашем управляющем элементе также минимально. На сегодняшний день также существуют блоки питания, которые объединяют эти два типа преобразователей линейный и импульсный. И как это все работает. Сначала на входе стоит импульсный преобразователь, который понижает напряжение с более высокого до более низкого. И потом стоит за ним линейный преобразователь, который имеет уже на входе довольно низкое напряжение и понижает еще на несколько вольт. Что опять же дает ему большое КПД. Федия получилась довольно длинной, но тема такая, что в двух словах не объяснишь. Надеюсь, что видео было полезно. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на мой канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok